привет всем на кухне для всех сегодня мы с вами будем готовить кавказское блюдо которое можно смело кушать в пост оно состоит из большого количества овощей зелени и очень вкусных и натуральных специй и называется она аджапсандал или как говорят грузины аджапсандаль вот такая вот история ну что начнем для приготовления этого блюда нам потребуется баклажан болгарский перец помидоры морковь по поводу моркови кстати говоря много всяких разных споров кто-то ее добавляет кто-то не добавляет я добавляю дает свой вкус вес этому блюду ну и в целом кинза красный базилик петрушка соль и черный молотый перец репчатый лук чеснок острый перец у нас он сушеный если у вас есть свежий вы можете использовать свежий здесь у нас из специй мили цунели кориандр у меня ступки нету я ножиком предварительно зернышки подавил и еще у нас самая дорогая в мире специя шафран как говорят для изготовления одного килограмма специй нужно 150 тысяч растений в наше блюдо мы будем использовать 12 грамм для начала мы берем баклажан баклажани срезаем веточку опочку кому как больше нравится разрезаем напополам и еще раз напополам и теперь на вот такие дольки треугольнички не знаю как назвать здесь у нас уже большая часть пошла можно еще так вырезать в общем так достаточно крупно нарезаем отправляем наши баклажаны в отдельную емкость теперь мы берем соль ну и так прям обильненько плотненько хорошо засыпаем пару чайных ложечку берем ложечку и так вот их хорошенечко перемешиваем чтобы соль со всех сторон оказалось и отставляем их теперь пока в сторону они у нас за это время просолиться пока мы подготовим и нарежем все остальные мы берем репчатый лук и режем его на крупный кубик отправляем наш лук в отдельную емкость пока мы все нарезаем и раскладываем по разным тарелочкам теперь мы берем морковку разрезаем ее на пополам на полу кружочки теперь нарезаем нашу морковку теперь мы берем болгарский перчик сначала на пластины эти белые штучки из сердцевины мы срезаем они нам не нужны и теперь как бы на полу на полу кольца нарезаем наш перчик теперь мы берем терку и на терке натираем помидорки на мелкой терке стараемся натирать саму мякушку оставшуюся шкурку не используем вот такое у нас должно получится томатное пюре которое мы тоже пока оставляем в сторону теперь мы берем наш базилик и петрушку кинзу пока оставляем в сторону отделяем листики от стеблей и теперь мы в петрушку петрушку базилик мелко нарезаем прям сильно конечно мелко в труху не надо но так мелко можно пушинковать теперь мы тоже самое делаем с кинзой просто они у нас будут на разных этапах приготовления добавляться и перемешивать не нужно на порезанную мелкой кинзу прям сверху можно выдавить чеснок чеснок с кинзой можно сразу перемешать чтобы пока не у нас ждали своей очереди они друг друга пропитали своей ароматикой ну и последнее семечки слышу последнее что нам надо порезать это наш жгучий перчик кто-то любит острое кто-то любит слегка острое кто-то любит очень острое поэтому вообще блюдо должно быть острая но если ты острая не любишь что тебе не есть это блюдо мы сделаем под свой вкус я так считаю теперь нам нужно промыть наши баклажаны от соли и отжимая от лишней влаги перекладываем их наш сотейник в котором сейчас мы начнем готовить все мы отжали наши баклажаны поставили нагреваться наш сотейник кастрюлю и наливаем туда сразу растительного масла и ждем когда у нас начнется все это обжаривать как вы слышите наши баклажанчики уже начали активно обжариваться периодически помешивая обжариваем их минут десять чтобы не терять наше драгоценное время нам минут семь нужно обжаривать болгарский перчик предварительно в отдельной сковородке как раз пока у нас дожариваются баклажаны мы обжарим болгарский перчик наш перчик достаточно обжарился и мы отправляем его нашим баклажанам сковородку где у нас обжаривался болгарский перчик мы отправляем лук и обжариваем его буквально минуту мы обжарили наш лучок добавили чуть-чуть растительного масла и отправляем туда морковку постоянно все помешиваем и перчики баклажаны чтобы у нас ничего не подгорало лук с морковкой у нас уже обжарились морковка не до конца но ничего страшного но на половину она точно приготовилась отправляем все к нашим баклажанам и перчику чуть-чуть перемешиваем теперь мы добавляем сюда наше томатное пюре пасту отправляем сюда наш базилик и петрушку отправляем соль перец и отправляем все остальные специи мы хорошо перемешали убавляем чуть-чуть огонь накрываем крышкой и оставляем томиться минут 12 конечно же периодически помешивая чтобы на дне у нас ничего не подгоравнуло у нас прошло где-то 8 минут открываем нашу крышечку добавляем сюда чеснок и кинзу закрываем обратно крышкой и оставляем потомиться еще минут 5-7 что попробуем этот шедевр ароматика стоит вообще просто невероятная вы наверняка себе можете представить но не настолько просто такая азбука вкусов я не знаю по мне это просто сказка для постящихся что можно еще придумать лучше между прочим меня кто-то из подписчиков не помню кто уже точно но кто-то просил приготовить что-то из баклажанов держите приятная такая знаете острота которая не резко такая подходит так как здравствуй я пришла нету этой остроты тут нету она где-то вот так вот слегка так знаете так заходит в гости привет я тут тоже есть ну это в рамках той концепции которую мы создали в этой в этой кастрюльке если вы любите поострее ну побольше перчику острого там молотого побольше остроты туда добавьте и будет вообще огонь если вы не особо любите острое то вот этого вообще просто вам достаточно все ингредиенты которые мы использовали количество я имею ввиду для приготовления конкретно вот этого блюда именно сегодня смотрите в описании ну а нам ставьте под видео лайк пишите комментарии подписывайтесь на канал если вы еще это не сделали ну и живите вкусно живите так вот по-доброму так вот вообще чтобы у вас мир был наполнен красками и оранжевыми и красными и черными и белыми и синими и зелеными и розовыми и фиолетовыми в общем какие хотите главное чтобы не чтобы вот как в этой тарелке было все прекрасно все давайте до скорых встреч и и